Люди вышли на Майдан, чтобы защитить свои права. Тысячи протестующих стоят на баррикадах и не собираются сдаваться. Как известно, главное в любой борьбе – это сила духа. Издавна доброе слово и молитва творили чудеса. Оказать духовную поддержку приехали на Майдан священнослужители. Церковь всегда была с народом. Когда народ требовал помощи духовной, когда народ вставал, и первым, кто был в рядах, кто ишел с народом, это была церковь. Люди стоят за идеей. Люди стоят очень… у них одна идея, они возвышенные, они горят. Мы хотим жить все в мирном, хорошем государстве, чтобы не было никому обидно, но чтобы президент и правительство о людях беспокоилось, а не о своем кармане, о своих замках, о своих землях и о своих лесах и охотничьих государствах. Вот потому и народ восстал. И романах Силуан и священник-отец Олег отслужили молебен по погибшим на Майдане. Они совершили обряд прямо на улице, несмотря на холод и неудобства. Не думал ехать, но все же, когда я услышал из радио и телевидения, что погибли защитники Майдана, ну, это тогда уже была, как бы, это грань, это уже перешло все границы. И я на клич своего сердца, своего народа приехал сюда, чтобы защищать свой народ и делать все возможное, чтобы не было этой агрессии, чтобы не было зла в моем народе. Прямо на Майдане священнослужители и активисты организовали полевую церковь, поставили палатку, принесли иконы, свечи, соорудили алтарь. Даже установили печку для обогрева помещения. И в палаточную церковь потянулись нуждающиеся в духовной поддержке люди. Приехал сюда людям помочь духовно. Очень много исповедей есть, очень много есть таких духовных разговоров, душеспасательных. Если бы ни священники, ни церковь, ни Бог, что бы сегодня было с этими людьми, никто бы не мог бы это сказать. Я думаю, что будем молиться, и Господь Бог даст какой-то хороший конец. Христос проповедуя блаженные алтущие правды, ибо и таких царствия небесные. И народ хочет правды. И иногда за правду надо бороться. Священнослужители приехали к протестующим, чтобы поддержать морально людей в их борьбе за счастливое будущее Украины. Церковь пришла на площадь к народу. А это уже само по себе вдохновляет и дает силы.